в этой части мы с вами будем вязать рукава я уже перекинула 6 петель на спицу вот так вот выглядит мой плечевой шов набирать петли мы будем крючком у меня как видите крючок номер 3 у нас идут косички их мы будем захватывать а также будем захватывать промежутки между косичками вот эти я приготовила нить она у меня того же цвета что и верхняя часть вначале у нас вот такие вот петельки их мы просто можем захватить чтобы не было дырочки захватываем одну как видите дырочка скрылась и захватываем вторую как видите нет никаких дырочек все аккуратно далее берем крючок и нить и начинаем набирать набирать будем таким образом вот она наша первая косичка вводим крючок в промежуток между первой и второй косичкой и выводим первую петлю далее просто захватываем косичку захватываем промежуток у нас получается мы захватываем промежуток косичка промежуток потом косичку пропускаем захватываем следующий промежуток косичку промежуток самое главное чтобы здесь ничего не стягивало вот вот эту косичку мы пропускаем вводим крючок в следующий промежуток захватываем косичку промежуток как видите все получается аккуратно нет никаких дырочек далее опять пропускаем косичку захватываем промежуток косичка промежуток промежуток косичка промежуток самостоятельно наберите до плечевого шва я набрала петельки перебросила их на спицу здесь у нас плечевой шов последний раз получается промежуток косичка промежуток здесь у нас есть шов поэтому мы смотрим как нам лучше набрать чтобы было все аккуратно захватываем в любом месте самое главное чтобы не было дырочек я повторюсь чтобы все получилось аккуратно смотрим как видите нет никаких дырочек еще раз повторюсь все аккуратно ну а дальше набираем точно также как набирали до этого и здесь тоже у нас две петельки мы их просто набираем спицами в конце захватываем вот эту крайнюю петельку одну вторую и перебрасываем на спицу самостоятельно с другой стороны наберите петельки я набрала петельки вот что у меня получилось в конце захватила одну петлю и вторую здесь у нас нить потом мы ее спрячем и петелька подтянется у нас начало ряда где маркировочное кольцо то есть нужно провязать сейчас три петельки вытягиваем леску в каждом ряду леску вытягиваем в разных местах иначе получится некрасивые дырочки две петельки которые мы набрали спицы тоже их провязываем лицевыми получается нужно провязать 5 лицевых провяжите самостоятельно у меня внутренняя длина рукава 32 сантиметра внизу измеряем ширину руки добавляем на свободу облегания здесь уже как вам больше нравится у меня получилось 16 сантиметров разделить на 2 8 сантиметров теперь давайте сделаем расчет 32 мы умножаем на 2.4 это количество рядов в одном сантиметре округляем до четного количества рядов у меня получилось 76.8 я округлю до 76 самое главное у нас должно получиться четное количество рядов сейчас у меня на спицы 60 петель внизу получается 8.8 это 16 сантиметров умножить на две петли и получается 32 петли давайте я здесь напишу 60 петель это вверху 32 петли внизу 60 минус 32 получается мне нужно закрыть 28 петель закрывать будем с одной и с другой стороны поэтому это количество делим на 2 и получается 14 раз внизу у нас еще будет связана резинка моя резинка будет иметь 12 рядов здесь уже на ваше усмотрение хотите шире хотите уже и получается 76 рядов минус 12 рядов резинки остается 64 ряда это количество рядов мы делим на 14 и у меня получается 4 и остаток 8 то есть в каждом четвертом ряду мне нужно закрывать петельки с одной стороны и с другой потом провязать 8 рядов прямо но в каждом четвертом ряду это слишком часто поэтому мне этот расчет не подходит если у вас получилось в каждом пятом или шестом ряду тогда вы используете этот расчет я же просто буду провязывать 5 рядов и в каждом шестом убирать петельки когда дойду до резинки просто возьму спицы меньшего размера и провяжу резинку я не думаю что будет слишком широко сейчас самостоятельно провяжите 5 рядов я провязала 5 рядов у меня получается в шестом лицевом мне нужно закрыть одну петельку с одной стороны и другую с другой закрывать будем таким образом снимаем первую петлю и следующие две петельки провязываем вместе с наклоном влево далее все петельки провязываем лицевыми самостоятельно провяжите этот ряд не довязывая 3 петли я не довязала 3 петли у следующих двух петелек меняем стеночки местами и провязываем их вместе с наклоном вправо последнюю петлю всегда провязываем изнаночной мы с вами убрали одну петельку с одной стороны и с другой у меня было 60 петель сейчас 58 у меня здесь ниточка торчит потом когда будем прятать ниточки здесь все подтянется будет аккуратно дальше мы с вами начинаем вязать узор давайте сделаем расчет до резинки мне нужно провязать 64 ряда мы с вами уже 6 рядов провязали поэтому 64 минус 6 остается провязать 58 рядов берем схему нашего узора у нас получается в начале этот узор имеет 13 рядов и в конце тоже имеет 13 рядов это получается 26 рядов 58 минус 26 остается провязать 32 ряда у меня так совпало что здесь 32 ряда и вот здесь 32 ряда когда я вязала до проймы значит расчет у меня такой же 32 ряда мы делим на 6 6 рядов это вот эти вот ряды которые мы повторяем и в конце еще нужно будет провязать один ряд и так 32 делим на 6 получается 5 раз и остаток 2 то есть я 5 раз повторю вот эти 6 рядов потом провяжу дополнительно еще один ряд и у нас остается остаток 1 его можно провязать перед резинкой или когда вяжем резинку здесь уже на ваше усмотрение нам с вами остается распределить наш узор таким образом чтобы центральная часть шла по середине рукава раппорт узора 28 петель у меня изначально было 60 я убрала 2 петельки сейчас 58 петель 58 разделить на 28 получается 2 и остаток 2 мне узор нужно будет повторить два раза а вот этот остаток получается мои кромочные петельки то есть у меня все просто я просто раппорт повторю два раза у меня получается снимая первую петлю и провязываю раппорт два раза и в конце провязываю изнаночную как видите я отметила еще две петельки с одной стороны и с другой например у вас не как у меня 58 петель а например 64 то там остаток получается 6 петелек 2 кромочные и по две петли по краям то есть вот эти две петельки по краям их можно просто не вывязывать узора просто провязывать темным цветом с одной стороны и с другой потому что все равно каждые шесть рядов у нас петельки убавляются если у вас больше петель точно также 3 петельки например с одной стороны 3 петельки с другой это же провязываем одним цветом если вам здесь сложно непонятно вы не знаете как распределить вы мне напишите я вам подскажу мы с вами уже этот узор вязали поэтому рукав свяжите самостоятельно у меня получается в каждом шестом я буду убавлять петельки в начале ряда и в конце вы убавляете в своих рядах не забываем что последнюю петлю всегда провязываем изнаночной в общей сложности мне нужно провязать 64 ряда потом резинку 12 рядов когда вяжем резинку берем спицы меньшего размера я провязала рукав вот что у меня получилось когда я начала вязать резинку у меня на спице было 40 петель я решила не убавлять оставила это количество вначале две лицевые получается в конце две лицевые оставила длинный конец нити и мы будем сшивать рукав берем иголку с большим ушком у меня это специальная игла для сшивания вязаных изделий чтобы легче было вдевать вырезаем бумажку складываем ее вдоль во внутрь вставляем нашу нить зажимаем ну а теперь легко продеваем через ушко делать шов мы будем захватывая вот эти наши косички у меня ниточка с этой стороны значит начинаем с противоположной захватываем крайнюю петельку и выводим иголку из первой косички ниточку подтягиваем точно также делаем с другой стороны ну а дальше у нас получается мы вводим иглу в первую косичку выводим из второй ниточку подтягиваем точно также делаем с другой стороны вводим иголку в первую косичку выводим из 2 далее вводим иголку во вторую выводим из 3 точно также с другой стороны вводим во вторую косичку выводим из 3 далее вводим в 3 выводим из 4 и с другой стороны точно также вводим в 3 выводим из 4 у нас получается вводим в первую во вторую потом во вторую третью третью четвертую и так далее самостоятельно сделайте этот шов первый рукав готов вот что у меня получилось надеюсь у вас тоже все получилось аккуратно нигде ничего не стягивает все ровненько теперь самостоятельно точно также свяжите второй рукав вводим вводим с rugby-alta рекоменда往 другой на этой преодолев basis чтобы два планки передать водой лодки или с древнее вводим и с금�го из обозрчитаны и вводим на это с